Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем создавать сайт с нуля. На прошлом уроке мы сделали секцию основные направления услуг, а сегодня сделаем секцию, то есть осуществим посадку секции выполненной работы на Modx Revolution. Давайте войдем в админку. Значит, что касается этой секции. Мы ее будем садить на Modx также с использованием плагина MIGS, то есть это такие всплывающие окна, то есть айтемы выполненных работ, которые имеют свое всплывающее окно. Если вы помните, когда мы верстали данную секцию, у каждого айтема есть скрытые контейнеры, которые показываются в pop-up окне с помощью плагина Magnific Pop-up при клике на каждый айтем. То есть открываем и видим. Для начала давайте посмотрим, как это у нас реализовано, чтобы маленько вспомнить. Это у нас реализовано в чанках. Так, направление. И следующее. Так, ну пока что это у нас не в чанках, пока это у нас в шаблоне главное. Давайте сейчас дойдем до этого момента. Так, значит, S-Works мы загружаем чанком. Давайте перейдем в S-Works и посмотрим. Так, что тут у нас происходит? Значит, у нас есть секция, заголовок это понятно. И пошли айтемы. Айтемы у нас здесь начинаются с колонок. Ну это понятно, да? То есть одна колоночка бутстраповская, это у нас один айтем. Ну такой вот большой-большой айтем у нас получился. Ну и я думаю, пора наполнять. Но прежде чем мы начнем наполнять, нам необходимо создать дополнительное поле новое. Можно ее поместить в новую категорию. Давайте создадим новую категорию. Четвертое у нас было направление, соответствующее пятое. Соответственно пятое, то есть это у нас будет выполненные работы. Выполненные работы. Сохраняем. И создаем новое дополнительное поле. Мы будем использовать тот же самый MixSample.js, который использовали на прошлых уроках. Ссылку вы найдете на странице данного урока. Ссылка в описании к видео. Так, значит. Ну поехали. Первое, что мы наполним, это назовем имя. То есть введем имя. Имя у нас будет портфолио. Портфолио. Подпись. Ну, соответственно, выполненные работы. Выполненные работы. Категория у нас будет 5 выполненные работы. Работает. Отлично. Следующее. Переходим на параметры ввода. Что здесь мы наполняем? Во-первых, мы выбираем тип поля Mix. Просто Mix. Там есть множество различных миксов. Мы выбираем просто Mix. Дальше. Берем стартовую структуру табов, которая начинается у нас с квадратной скобки. Значение по умолчанию. Конфигурации. Это все мы не наполняем. И переходим сразу к вкладкам формы. Ну и давайте, наверное, сразу, чтобы не возвращаться нам к гистам, сразу наполним базовой разметкой разметку колонок. Ну и сразу можно, в принципе, добавить работу. Добавить работу, например. Остальное, в принципе, не трогаем. Так. Ну давайте проработаем вкладки формы. Что здесь значит, что у нас есть? Кэпшн. Первый кэпшн у нас будет. Это выполненная работа. Выполненная работа. Этот кэпшн содержит у нас следующие поля. Первое поле это филды, тайтл, кэпшн. Ну давайте пусть будет это у нас заголовок. Заголовок. Это первое поле. Ну то есть понятно, да? Если мы посмотрим даже сюда, здесь есть заголовок, который также попадает у нас сюда. Для этого заголовка в мигс мы сделали такое дополнительное поле. Следующее дополнительное поле у нас будет адрес. Давайте пока input.tv. А, ну хотя можно, в принципе, и здесь. Следующее адрес у нас. Ну, в принципе, можно взять данное поле, просто скопировать его и сделать новое поле. Адрес. Кэпшн. Соответственно, адрес. Это у нас поле адрес, да? Следующее поле это у нас будет работы. Можно, в принципе, продублировать. Филд. Дескрипшн. Дескрипшн. У нас уже есть дескрипшн, но мы его попозже маленько исправим. И кэпшн дескрипшн у нас будет уже работы. Так. Ну и я думаю, последнее поле это у нас будет имейджа. Тогда вот это поле мы удалим. И следующее. Input field, то есть field image.tv мы сделаем image.port. Ну, как будто бы image.portfolio сокращенно. Image.port. Кэпшн. Изображение. Input.tv здесь, да, у нас по умолчанию. Но мы сделаем немного по-другому. Мы сделаем так. Input.tv. А, ну да, все правильно. Можно, в принципе, даже взять image.port как название для Input.tv. Так, отлично. То есть у нас, еще раз проверим, что тут есть. Заголовок, адрес и выполненные работы. Ну и, соответственно, фотография. Отлично. То есть четыре поля. Раз, два, три, четыре. Все верно. Следующее. Что касается разметки колонок. Первый хейдер. Это у нас будет заголовок. Portable. То есть, sortable. Оставляем. TrueDateIndexTitle. Здесь это все оставляем. Дальше. Следующий у нас хейдер. Это будет изображение. Здесь у нас вис, да, стоит. Ну, я думаю, вис можно оставить. Sortable. Был false, потому что, в принципе, сортировать нам по изображениям не надо. Я думаю, это понятно. И следующий DateIndex у нас будет ImagePort. ImagePort. То есть, не следующий. Это, в принципе, идет продолжение. Это будет у нас картинка. То есть, у нас будет заголовок и изображение. Всего два поля. Так, дальше идем. Доступно для шаблонов. Это будет у нас он доступен для главной. Право доступа, источники файлов. В принципе, оставляем по умолчанию. Так, сейчас он сохранится. Отлично. Сохранилось. И следующее, соответственно, что нам нужно создать. Это дополнительное поле ImagePort. Давайте создадим новое дополнительное поле. Давайте посмотрим. Да, категорию все это выбрали. Все нормально. Создаем новое дополнительное поле. Это поле специально у нас будет картинка. Специально для данного микса. Подпись. Давайте зададим подпись. Изображение работы. Изображение работы. Можно также указать категорию выполненной работы. Параметры ввода. Здесь выбираем изображение. Изображение. Параметры вывода оставляем по умолчанию. Доступно для шаблонов. Здесь, в принципе, мы оставим пустыми. Потому что нам ни для какого шаблона это дополнительное поле привязывать не надо. Остальное все оставляем по умолчанию. Так, сохраняем. Отлично. Ну все, давайте перейдем в ресурсы. Главное. И у нас там появилось новое дополнительное поле. Под пятым номером. Дополнительные поля. Вот выполненные работы под пятым номером. И здесь у нас можно добавить работу. Добавляем работу. У нас здесь идет заголовок. Адрес работы и изображения. Это все, в принципе, сейчас заполним. Сейчас посмотрим, какие у нас есть. Ну смотрите, у нас, в принципе, здесь одинаковые ларемовские названия. Названия рыбные, да? Ну, можно, в принципе, и разнообразить немного. Хотя лучше будет уже потом наполнить актуальная информация. А пока забьем так. То есть заголовок идет. Дальше берем адрес. Так, дальше берем адрес. Берем выполненные работы. И пусть у нас пока что будут везде одинаковые рыбные. Ну, кроме, конечно, изображений. Так, здесь, по-моему, не все взяли. Кроме изображений. Изображения, конечно, можно и разные добавить. Так, давайте выберем изображение. Assets. App. EMG. Так, Photos. Сервисы. Сейчас посмотрим, где у нас это лежит. Так, это фотографии. Vex. Да, вот Vex. Ну и, соответственно, у нас от 1 до 8. Значит, что? Значит, первые мы делаем так. А остальные просто копируем. Сделать копию. И здесь указываем, соответственно, 2. Так, дальше. Сделать копию. И указываем 3. И так до 8. И у нас получилось 7 айтемов в выполненных работах. Так, сохраняем. Ну и теперь нам необходимо эти айтемы вывести соответственным образом. Соответствующим образом. Для этого переходим в Chunk. Так, S-Contacts. S-Brands. А, вот S-Works. Переходим в S-Works. И здесь, в принципе, можно оставить только один айтем. Остальные удалить. Но это будет не так просто сделать. Потому что у нас здесь айтемов много. И они длинные, как колбаса. Так, посмотрим, где у нас заканчивается последний айтем. Вот он заканчивается. Мы просто-напросто выбираем все, кроме первого айтема. Мы его оставим в качестве примера. Так, где он начинается? Вот он начинается у нас. С этой позиции. И здесь он у нас заканчивается. Так, отлично. Вот наш айтем. В принципе, его можно сразу вырезать. Чтобы вставить в отдельный Chunk. Вырезаем. И создаем новый Chunk. Быстро создать Chunk. Давайте сразу вставим код, чтобы он у нас никуда не потерялся. И назовем его Portfolio.item. Портфолио.item. Так, категория. Можно сразу указать выполненные работы. Также остальное, в принципе, оставляем. И здесь мы выводим уже GetImageList. GetImageList. Дальше вопросик. И начинаем перечислять параметры. Первый TVName. Как обычно мы это делали. Равно. Так, кавычки. Вот эти. Вот эти кавычки. Меня спрашивали. Они печатаются на букву Ё слева. В английской раскладке такие кавычки. То есть, это не обычные кавычки. Вот такие. Это кавычки вот такие на букву Ё. TVName, ну, соответственно, который мы создавали. TVName. Это у нас Portfolio. Портфолио. Следующий параметр. Это у нас TPL. Так, TPL. Опять эти кавычки. TPL у нас будет PortfolioItem, который мы новый создали. Вот он у нас в выполненных работах. PortfolioItem. Давайте его отсюда скопируем. Так, PortfolioItem. И последний параметр. Это нам необходимо указать DocID, с которого мы берем данный GetImageList. Соответственно, DocID. DocID равно 1. Сохраняем. Сейчас, по идее, у нас должен быть всего один item, который у нас заполняет абсолютно все. Да, так оно и есть. У нас всего один item. Теперь нам нужно открыть чанки PortfolioItem. Сейчас посмотрю, ничего ли мы не забыли здесь. Вроде ничего не забыли. Открываем PortfolioItem и уже работаем непосредственно с данным чанком. Значит, что здесь мы должны сделать? Мы должны заменить рыбу на соответствующие плейсхолдеры. Так. Например, вот смотрите, у нас идет ссылка, да, PortfolioItem. Она у нас, в принципе, как была пустая, так и есть. Она нам необходима для того, чтобы нам вызвать всплывающее окно. В этом нет ничего страшного. Так. Дальше идем. Дальше у нас идет изображение. Но смотрите, в чем прикол. Данное изображение нам необходимо вывести не просто как дополнительное поле. Нам его необходимо прогнать через PHP-тамбов, чтобы оно у нас уменьшилось. Соответственно, PHP-тамбов. PHP-тамбов. Обратите внимание, что здесь мы его прогоняем не как фильтром, да, используем. Вот так. А мы его используем как отдельный сниппет. Это необходимо для того, что, когда вы выводите изображение через PHP-тамбов непосредственно в каком-то чанке, вам необходимо PHP-тамбов использовать как сниппет. Так. PHP-тамбов. Так. И давайте посмотрим, какие тут параметры. Первый это input. Input. И input у нас будет брать наше дополнительное поле image-port, которое мы, собственно говоря, в миксе задали. Image-port. Это у нас изображение. Дальше мы берем какие-то опции. Соответственно, options. Что у нас в опциях? Ширина. Давайте сделаем 640, потому что в превьюшке нам, в принципе, большая ширина и высота не нужна. И высоту сделаем, ну, например, 420, чтобы это у нас все было пропорционально. Примерно, ориентировочно. И следующий параметр. Это у нас z. z равно, соответственно, 1. То есть, что мы кропим. Кропим данное изображение, если оно у нас именно под такую развертку не подходит. И в alt мы выводим title. В alt мы выводим title. Так, отлично. Идем дальше. Следующий у нас идет, это заголовок h3. Сюда, в принципе, точно так же можно вывести title. То есть, как видим, довольно-таки просто это все делается. Вообще, mondax довольно удобная и простая. CMS. Идем дальше, чтобы ничего не пропустить. Следующий у нас идет response.emg. И здесь мы уже маленько по-другому задаем параметры php тамбов. Давайте скопируем этот src, чтобы нам заново все это не набирать. Скопируем. И здесь уже укажем немного другие параметры, а именно ширину и высоту. Здесь мы сделаем побольше. Давайте сделаем 1280. Разрешением hd пусть она будет на 720. Alt, соответственно, у нас также идет title. Так. Двигаемся дальше. Что там у нас? Ну, у нас также идет еще h2. Здесь точно такой же title, в принципе, можно вывести. Это у нас title уже идет во всплывающем окне. То есть, когда окно открывается, у нас идет уже title во всплывающем окне. Так. Двигаемся дальше. Так. Здесь у нас идет адрес. Адрес мы вводим placeholder address. Плюс адрес, то есть дополнительное поле, извиняюсь, которое мы задавали в migas. Адрес. Дальше. И у нас идет работа. Работы мы задавали в дополнительном поле description. То есть, соответственно, так же делаем. Вывод плюс description. Так. Description. Отлично. Выполнены работы. Description. Ну, на первый взгляд все. Давайте проверим, как это у нас работает. Сохраняем. И проверяем. Так. Отлично. У нас загрузились разные фотографии. Давайте исследуем элементы. Посмотрим, берет ли у нас из кэша PHP тамбов. Да, у нас берет из кэша, соответственно, у нас изменился URL PHP тамбов кэш. Это очень хороший знак. Давайте откроем всплывающий. Смотрите, здесь у нас изображение немного изменилось. То есть, оно у нас покропилось таким образом, что у нас здесь вверху образовалась белая полоса. Но в этом нет ничего страшного. В принципе, так смотрится даже еще круче. То есть, такая картинка HD-шная. Идет описание, адрес и выполнены работы. А на этом сегодня все, друзья. Если вам понравился урок, поставьте лайк. И встретимся в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok